Привет, Даговпилс! С вами Игорь Ясен и это программа «Живая афиша». Я расскажу вам, какие актуальные события и мероприятия произойдут на этой неделе. Также мы узнаем, какие кинопремьеры будут у нас в сильверскрине, а также на какие спектакли стоит сходить в Даговпилский театр. А в гости к нам сегодня придет скандально известный фотограф Владимир Прозрачный. Время перейти к афише. В Даговпилском краеведческом и художественном музее можно посмотреть выставку краеведу Залману Якобу 100 лет. Залман Якуб – краевед, почетный договпилчанин, автор книг по истории города «Даговпилс в прошлом», «Город Даговпилс. Хронологический обзор», а также соавтор первых трех книг евреев в Даговпилсе. Залман Якуб родился в Даговпилсе в семье ремесленника, окончил еврейскую школу, ремесленное училище, где освоил профессию столера. Участник Второй мировой войны в январе 1942 года был признан в армию, воевал минометчиком в составе 43-й латышской стрелковой дивизии. Освобождал Латвию, дошел до Берлина, награжден орденами и медалями. Долгие годы проработал на предприятии «Союз Утиль», а все свободное время посвящал главному увлечению всей жизни – изучению истории родного города и Холокоста в Латгалии. Больше 600 его статей опубликовано не только в Латвии, но и за рубежом. Выставка будет доступна до 30 декабря. 15 мая 18.00 на сцене Даговпилского дворца культуры Королевский национальный балет Грузии представит небывалую зрелищную программу «Огонь Грузии». Эффектное танцевальное шоу с демонстрацией удивительной техники, кавказские ритмы, темпераментное исполнение, эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями. Мастерская постановка и красочные костюмы помогут отправиться в незабываемое путешествие по многовековой Грузии. «Огонь Грузии» – это яркое, красочное и лирическое шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре, а также погрузиться в чарующий мир танца, гармонично сочетающий в себе ювелирно отточенные движения, стиль, элегантность и эмоциональность Грузии. Королевский национальный балет Грузии гастролировал почти во всех странах мира. Коллектив уверен, что благодаря сочетанию многовековых танцевальных традиций и современного подхода, грузинский танец займет должное место в мировом хореографическом искусстве. Билеты можно приобрести на сайте bilashuservice.lv. 17 мая в 22.00 в баре Artilleries в Агробе выступят гости из Литвы Poetry Hunters и Domas Rochka. Вас ждут музыкальные эксперименты. 18 мая в 11.00 в центре Lime Giberny Unvecic, которые находятся по адресу улицы Сетокшня 42А, пройдет лекция для мамочек о завершении грудного вскармливания. На лекции вы узнаете, как определить готовность вашего организма к завершению лактации и готов ли ваш ребенок к этому. Можно приходить с детьми. Стоимость 5 евро. Зарегистрироваться можно, написав на email limegeberny.inbox.lv. limegeberny.inbox.lv. 18 мая в 19.00 Народный театр-искатель ждет своего зрителя в Дагуфилской крепости у Николаевских ворот на своеобразном поэтическом вечере. В концепции яркой и богатой на мероприятия Европейской ночи музеев будет представлена обширная программа поэзии 20 века и не только. В программе совмещение басен актера и поэта-сатирика Наума Альтершулера, стихов всем известных авторов и, конечно же, песен. Также 18 мая в 21.00 в баре Артеллерия Спагроби пройдет уже вторая театральная отчитка, в которой примут участие актеры Дагуфилского театра. Приходите, будет интересно. И также 18 мая в рамках Ночи музеев в 19.00 до полуночи можно будет увидеть выставку фотографии известного литовского художника Ремигиуса Венскуса «Солярис», вдохновленную одноименным романом знаменитого польского писателя-фантаста и философа Станислава Лема. Венскус – искусствовед и медиахудожник, а также профессор кафедры графических систем факультета фундаментальных наук Вильнюсовского технического университета. Венскус также медиахудожник, обычно занимающийся искусством фотографии. Основная тема его творчества включает в себя память, время и личный опыт, а также интерпретации мужского тела и сексуальности. В 2010 году он представлял Литву на международной выставке эротического визуального искусства Национальный музей Польши. Принимал участие в 30 международных выставках и 37 республиканских выставках. Организовывал 50 персональных выставок в Литве и 5 за рубежом. Венскус известен в Литве как искусствовед, который занимается обзорами выставок современного искусства и пишет о живописи, фотографии и видеоарх. А сейчас перейдем к анонсу спектаклей, на которые еще не раскуплены билеты и на какие постановки стоит сходить. В жизни каждого человека наступает переломный момент, когда хочется остановиться и наконец-то получить ответы на вопросы, которые так навязчиво скребутся в голове. Почему? И что дальше? Три женщины, три судьбы. Сквозь смех и слезы они будут делиться своими историями, в которых любовь и боль сплавлены в единое целое и неразделимое. У выпитой вместе чашечки кофе, оставшиеся в далеком прошлом, о том, что родина подарила и неожиданно отняла, а в упорной борьбе за победу и полученных ранах, как свалка металлолома, где есть и ржавчина, и ценные металлы. И как бы не ошибиться, выбирая нужное. А сейчас для всех любителей кино, киноафиша, посмотрим, какие фильмы будут у нас в Сильверскрине. Суперкиллер Джон Уик после нарушения кондекса тайны гильдии ассасинов получает статус изгоя. Экс комьюникадо. За его голову назначена цена в 14 миллионов долларов и армия самых жестких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту. 12 мая в кинотеатрах Латвии состоится премьера анимации лауреата премии Оскар Кристофа и Вольфганга Лаунштейнов. Пушистый шпион. Приключения кошки, осла, собаки и потуха напомнят приключения бременских музыкантов. А рассказанная история поможет понять юным зрителям, что настоящая дружба и смелость могут преодолеть любые преграды. Марни – избалованная рыжая кошечка. Ее жизнь покошачьи ленива, беззаботно, со всех сторон окружена вниманием хозяйки Розалинты и немного скучновато. Дома все уже сто раз проверена и обнюхана. В ее обязанности входят три основных пункта – есть, спать и смотреть телевизор. И так каждый день с понедельника по пятницу без выходных. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Владимир Прозрачный под псевдонимом. Я предпочитаю о Володе, честно говоря. Просто Володя. Человек делает откровенные фотосессии, делает шок-контент. И сегодня мы с ним немножечко поговорим. Владимир, здравствуй. Привет. Здорово. Да, Ровенька. Давай начнем с того, как ты перешел, как ты вообще творец по жизни, как ты до этого докатился, как ты встал на путь творца. И потом плавненько, как ты перешел к фотографии. Ну, тогда шорт-стория о том, как это случилось до этого. На самом деле, детство у меня все было в разных, так сказать, творческих мероприятиях. Я и занимался музыкой, в школе я рисовал комиксы. Вокруг меня были люди, которые не учатся в школе, а занимаются фигней по жизни, как говорят некоторые. А потом, получается, я закончил школу и уехал в Великобританию, уехал в Шотландию. И получилось так, что я работал на заводе, работал овертаймами. И ничем, в принципе, не занимался по то время. Но получилось так, что я занимался ретушью параллельно до школы, еще до университета, простите. Ретушь – это обработка фотографии? Обработка фотографии, да. У меня не было камеры, но у людей были камеры, кто-то фотографировал. И я обрабатывал, потому что мне нравилось добавлять эффектики, молнию, сделай меня худее, сделай мне что-то еще. А потом я купил камеру с овертаймом своих заработанных и решил, что, пожалуй, надо брать быка за рога. И вот уже прошло 9 долгих лет с тех пор, да. Ну, ты сначала просто фотографировал. Ну, естественно. А потом взялся именно за откровенной фотосессией. Получилось так, что я начал фотографировать одну из своих бывших, которая, в общем-то, была против фотографирования всех остальных, кроме нее. Я начинал с ее портретов. Мне кажется, ее портретов у меня больше, чем всем остальных, но это не важно. А потом мы с ней разошлись, я приехал уже в город Далка после того времени и начал просто-напросто своим друзьям, подругам предлагать. И как-то получилось, что, знаешь, это сарафанное радио. Одному говоришь, они передают вперед, 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 и это пошло. И я понял, что я хочу заниматься не просто портретной фотографией. Мне понравилось раздевать людей, понимаешь. Чем это провокационнее пошло, и как бы реакция народа была такая, что, мол, как так можно? У нас же такое непринятое. И это подогревало интерес каждый раз. То есть это тебя подстягивало делать это? Именно, именно, именно. Тогда расскажи про первую фотосессию, как это произошло. Я имею в виду, ну, уже девушка, понятная девушка, близкий человек, а вот именно чужой человек. Получилась, в принципе, смешная ситуация. Это я еще был за своей бывшей, и меня одна из девушек попросила фотосессию. Мы с ней сделали на крыше лотговой фотосессию, сделали на улице Ригас фотосессию. Мы уже заканчиваем, подходим к концу, и она говорит, слушай, я в отеле работаю. Такая говорит, я могу комнату снять. А я понимаю, что мне будет дома очень плохо, если я это сделаю, но этот шанс, который я не хочу упускать. Я пошел на фотосессию откровенного характера в отеле, и получилось так, что я убедился в своих силах, что я могу это делать. И понял, что человек, который находится рядом, не поддержит мое начало в дальнейшем, и получилось, что я выбрал дорогу свою, а не выбрал чей-то. Сделал. То есть, не стеснялся ничего, как-то все легко, органически. Если говорить вообще честным языком, от предковеряем. Модели бывают, что стесняются, надо как-то раскрепощать. Да, нужно познакомиться, обязательно нужно. Я не провожу фотосессию, не говорю девушке сразу, допустим, на откровенном сессии, раздевайся и поехали работать. То есть, сначала знакомимся, сначала общаемся. Незнакомый человек, тем более, надо привыкать друг к другу. Да, да. В течение первого полчаса я показываю экземпляры того, что получается на камере. Девушка делает выводы, понимает, что можно работать дальше, и тогда уже через полчаса начинается уже как-то раскрутка, и получается, что можно уже наконец-то работать спокойно. Но, как правило, на самом деле, со второй фотосессии все получается. Первая такая, как пробная со всеми, а потом уже со второй уже лучше заходит. На примере той же Насте Кулик, кто ее знает, на первую фотосессию мы проводили неогровенную, но она уже со второй сказала, что она готова. Я типа чувствую, что можно. Да, она хотела этого, и, получается, мы начали уже вторую, третью и дальше делать. Не совсем прям провокационно, но уже не в обычной одежде просто. Да, да, да. Ну, тогда расскажи про свой текущий проект. Что можешь хорошего? В общем, на самом деле были большие, грандиозные планы на Хмурую Хату. Хотелось снимать... Расшифруй, Хмурая Хата. Хмурая Хата, да. В общем... Хвала Хмурой Хате. Аббревиатура Хвала Хмурой Хате состоит из трех иксов. Это было сделано для видимости именно этого три икса. Хмурая Хата так назвал мой друг мою первую студию в Шотландии, когда он увидел, что ко мне ходили девушки, и он такой, типа, нихрена у тебя тут Хмурая Хата. Знаешь, происходит такой экшен, темный свет, вспышка моргает. Он назвал это все своим влюбцом. Я решил, что он, пожалуй, что прав. Естественно, Хмурая она не для всех, потому что люди, те, кто смотрят на это, и говорят, фу, вот они Хмурые, а всем остальным же весело, всем остальным хороша. И поэтому Хмурая Хата осталась в таком плане, чтобы сделать это из трех иксов. И были большие паны на нее здесь, на съем хаты, на съем квартиры и прочего. Потом оказалось, что времени мало, оказалось, что у нас есть заброшки, которые мне больше по стилю подходят. И заброшки мне нравятся, потому что, ну, это идеальное статильное помещение. И темно, и разгруха, и можно гламур туда вставить, полуговую девочку, и, в общем-то, будет красиво. То есть на контрасте любишь играть здесь. Да, 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 да. Это моя любимая, взять заброшку и дать девочку красивую впихнуть. Классно. Смотрится, да. Прикольно. Слушай, давай про соцсети поговорим. Ты очень-очень активный реально в соцсетях. Не думал как-то даже, ну, встать на тропу блогерства, взяться серьезно? Я на самом деле еще и писал в школе и стихи, я писал заметки. Вот, я хотел тебе это вот вспомнить. Дело в том, что я хотел бы этим заниматься. Просто времени все в обрез по жизни, понимаешь? Учитывая то, что я за границей как бы обитаю, в основное время занимает работа и транспортация от дома до работы. А писать во время работы не получается, соответственно. Это слишком нагло. И сейчас, это рассуждение? Да, да, да. Думал. У меня просто разделение личности в этом плане. У меня есть микроблог, который я пишу. Там откровенные темы, там и прозы, и прочее. А в основной блок, когда выказываешь фотографию какую-то, в основном очень мало людей читают текст, доходят до него. Просто я, для того, чтобы быть блогером, нужно, наверное, ввести бэк-контент какой-то. Не только фотографии, допустим, делать какие-то подготовки, и прочее. На это время мне не хватает, потому что мне самому приходится и фоткать, и настраивать людей. И в случае того, что если кто-нибудь занимался моим основным инстаграм-аккаунтом, тогда я, может быть, задумался о блогерстве. А так у меня, да, и самому на себя времени не хватает. Просто у тебя органически получается много, ну, контента делать в соцсетях. Да, я действительно хотел... Твоя сильная сторона, мое мнение. Хотел быть блогером, но на это у меня в практике ни опыта нет. Но начинать с чего-то надо. Я уже пытаюсь под каждой фотографией писать хотя бы 3-4 предложения для общего плана. Хотя бы что-то. Ну да. Хорошо. Давай тогда поговорим явно, как ты уже говорил, бурю реакций вызвал твой контент, когда ты начал выкладывать фотографии с полуголыми-голыми девочками. Да, да. Как ты справлялся с ненавистью, со злыми комментариями в твой адрес? Ты сначала был злой, а потом ты игнорировал или ты это наоборот раздувал? Я тебе расскажу, как это было. Это началось... Самое язву я получил зимой, когда было у нас здесь минус 20, минус 25. Я перфекционист не мог не понравить. Когда было минус 20, минус 25, а мне этот контент нужно делать. У меня нету своей квартиры, у меня нету своей студии. Что мы делаем правильно? Мы берем машину, едем куда-нибудь в лес. Лес, заброшки и прочее. И когда девушки, они же понимают, что не едут на такой план. А пацаны думали, что может быть хочешь ли на теплое помещение будет. И незнакомые девушки, ну, как говорилось. Да, да. Те, кто знают, что я делаю, ну, со мной можно поработать. Везешь их в лес и говоришь, раздевайся, понимаешь. После этого заходи в социальные сети, выкладывай эти фотографии и получайся. Как это так? Волозе, блядь, раздевая девушек на улице. Волозе, раздевая девушка, они мерзнут. Это ужасно, отразительно. И я никогда не был в зонах хейт. И я всю дорогу знаю в моей жизни, что черный пиар – это лучший пиар. Потому что когда тебя пиарят просто, что ты хороший человек, ну, ты хороший, скучно. Да, ты хороший, как и все остальные. А когда тебе говорят, как человек, который, блин, ты ужасно делаешь, это неправильно. Это, ну, я-то считаю, что правильно. И мои модели считают, что это красиво. И поэтому, ну, это только подстегивает каждый раз. Так, давайте, типа, еще что мы сделаем. Я когда выложил тоже с Кристиной, ты видишь, она стоит, она на балконе. С, так сказать, средним пальцевым камерам. 83 комментария за первый вечер. То есть, я сделал свою работу, все красиво. А вот девушки сейчас, между прочим, два фотографа написали. Так что… Здорово. Ну, вот видишь, с одной стороны, это хейт, с другой стороны, польза. Да. Хорошо, тогда перейдем к такому вопросу. Смотри, на одной чаше весов искусство, на другой провокации, внимание к тебе. И со стороны можно подумать, что ты делаешь этот контент, чтобы, ну, как-то провоцировать людей, как будто… Не перевешивает ли это, это? Искусство. Видишь, что? Что думаешь? Я изначально себя позиционирую как творец. Изначально. И все то, что я делаю, я считаю, что оно для меня мое искусство. Просто я считаю, что мне нужно эту провокацию добавлять сверху. То есть, я мог бы фотографировать, ну, обычный полуголый бодуар. Я могу фотографировать просто в белье. Но это не то. Но это то, что ты видишь в Инстаграме везде, повсеместно. Куча девочек фотографируют в нижнем белье. Тоже с Настей Кулик, где у нее фотография, где она облизывает розу. Вот это, понимаешь? Оно красиво, и вот это облизывание розы, то есть, ну, никто ничего не делал. Слушай, ну, эта фотография, она, ну, действительно красива. Она, то есть, ну, не порнографического характера. Она вызывающая, с ними вот позывом смотрится так. А к тому же эта фотография скоро будет у нас на одном альбоме долгоковского диджея, поэтому ее можно будет видеть скоро в сети. Круто. Ну, то есть, если вот так это дальше пойдет, что ты захочешь на мои фотографии куда-то пилить, не знаю, куда-то выставлять, проще идет только. Слушай, понятен твой вектор прям, но вот планы на будущее, что ты, может, поведаешь? Из того, что происходит сейчас, после сегодняшних событий, вчерашних, все произошло в Латвии за это время, я хочу вернуться в Ригу и хочу конкретно поработать там с моделями, которые уже знают, что делают, и вернуться еще раз, конечно, желательно, долгопился проще, потому что мне нравится быть за границей, у меня хороший английский, все хорошо с этим, но просто нету движения каждый день, даже не по фотографии, а просто иметь одного-двух друзей, к которым ты приезжаешь редко-редко, да, это скучно. И просто вновремя приходится проводить дома и переписываться, опять же, сидя в социальных сетях, с людьми, которые находятся здесь. И вот, внимание, вопрос, стоят ли эти деньги того? И чем дальше я убеждаюсь в том, что мне не из-за денег ехать тут надо было, я ехал по другим причинам, а теперь эти причины пропали из моей жизни, я могу, пожалуй, взяться за творчество полностью, отжить бедной, но красивой жизнью в Риге. Это вот то, что у меня в планах на дальнейшее будущее. Очень хочу сделать это в этом году. Слова истинного творца, ребята, не бойтесь, делайте все, что хотите, ну, конечно, в рамках, в общем, каждый себе сам рамки определяет, но не бойтесь начинать какие-то свои проекты. Владимир, что посоветуешь? Я вообще советую не бояться людей, которые вам говорят, что вы не справитесь, не служить людей, которые говорят, что вы делаете неправильно, не обращать внимание на критику неконструктивно от людей, которые понятия не имеют, чем вы занимаетесь. Всем известно, что люди будут говорить о вас и плохо, и хорошо, а слушать нужно только тех, кто вам сказал, что «Вау, слушай, ты делаешь классно», или «Вау, мне это понравилось». Вот их мнение цепляйте и живите с этим. Потому что если жить на том, что вам все будут говорить, что вы делаете неправильно, я сдавался три раза за свою жизнь, я был три раза в момент, когда я фактически продал камеру и сказал «Все, пока». Почему? Чем было обусловно? Потому что давило все, понимаешь? А, реально так? Реально давило, что, мол… Вот я вот у тебя это и спрашивал, смотри, ты сначала на комментарии, видишь, тебя давили сначала, ты так реагируешь? Так сейчас же ты более, как бы, это легче воспринимаешь. Это было до портретов, понимаешь? А, с портретами я уже тогда был готов к портретам, когда я делал посредственную фотографию, знаешь, ландшафты какие-то там, домашние и прочее. Типа, мол, слушай, пацан, у тебя такая простая фотография, знаешь, это ни о чем не значит, и она вообще выглядит нехорошо. И вот ты отдаешься, мол, я, может, действительно, ничего не добился. А прошло время, начались портреты, я понимаю, что я для себя уже с те старые фотографии, у меня отдельная папочка есть, которую я обязательно распечатаю, обязательно их куда-нибудь пытаюсь выставить, что у меня уже есть уверенность в том, что даже если мне кто-то скажет, что это все, извините, самое, что не есть, ничто, я могу сам себе снова напомнить эту папочку, посмотреть. Нет, они не правы. Я-то уже знаю, чем занимаюсь. На этом все. С вами был Игорь Ясен, Владимир Прозрачный, творитель.